И учителям есть чему поучиться. В Институте развития и образования региона состоялся седьмой межрегиональный фестиваль инвестиционных проектов. Рассказать о своих успехах в педагогике, поделиться опытом и придумать, как сделать работу учителя более открытой, решили 100 представителей древнейшей профессии из 14 муниципалитетов региона. Поговорить о наболевшем собрались работники учреждений дошкольного и среднего образования. Одну школу или сад представляет группа педагогов. Их задача – презентовать выбранную ими образовательную модель или методику. Ребенку сложнее, когда он сталкивается с разнообразием методических приемов и подходов. Лучше все-таки, если та технология, которая выбирается школой, она все-таки будет единой. В этой ситуации результат, на который нацелена та или иная технология, он достигается быстрее. В каждом кабинете кипит работа. На площадках обсуждают, как добиться результата в учебе, как вырастить лидера. Например, здесь педагоги встали на разминку, учатся расслаблять мышцы лица, не хмуриться и не уставать во время урока. Здесь говорят об имидже и учителей, и школы, и самих учеников. Слушатели-старшеклассники, для них тоже нашлось место на образовательном конвенте. Для педагогов такие ежегодные встречи – прекрасная возможность развивать свое мастерство, учиться решать возникающие проблемы. Это модель, я думаю, что это примеры, это приемы, которые можно использовать и с разными учениками, и в разных ситуациях, и как в урочной, и во внеурочной деятельности. То есть здесь пространство очень и очень широкое и очень полезное. На этой площадке каждый участник фестиваля может знаком восклицания или вопроса отметить, как относится к тем или иным идеям. Считает ли, например, что педагог должен быть креативным? Или является ли пространство школы или сада важной составляющей воспитания ребенка? Наши интерактивные экраны очень заинтересовали наших педагогов. И педагоги не просто проходят мимо, кидают взгляды на эти экраны, а очень активно включаются в работу и высказывают свои точки зрения. То есть подходят к данным экранам неформально. И, соответственно, можно сделать вывод, что они действительно и в работе своей такие же неформальные, а очень активные и креативные. После фестиваля учителя отправятся в свои образовательные учреждения, чтобы опробовать инновационные проекты на практике. Мария Смирнова, Денис Денисов, РТВ Иваново.